За всю жизнь он совершил 27 173 полёта на разных типах самолётов и вертолётов. Называл себя «летающий генерал», писал стихи, любил летать, мечтать и работать. Во время Великой Отечественной войны Фёдор Кисель готовил лётчиков на фронт. С 1961 года по 1970-й руководил Сызранским высшим военным авиационным училищем. Он жил небом и своей работой, рассказывают коллеги Фёдора Герасимовича. Для меня немаловажно. Человек-истребитель, обычный истребитель, они кроме самолётов ничего не воспринимают. Но он стал начальником вертолётного училища, он стал летать, он полюбил эту технику. Здесь было сказано, ну, более 3600 часов налёта на вертолёте. Поверьте, это много. Вот жил вертолёт, он немножко там в кабинете посидит, документы подпишет. А всё остальное это на аэродромах, на всех аэродромах нашего училища. На стене дома, где проживал Фёдор Кисель, установили памятную доску. Идея увековечить память лётчика пришла его соседу по лестничной клетке Василию Фадееву. По его словам, Фёдор Кисель заслуживает, чтобы о нём помнили современники и знали потомки. А многие не знали. Живут в этом доме, они знают, что живут создающимся человеком. Очень удивительно. Вот узнали и общались. Теперь у нас есть Козловский дом, знаете, на проспекте Лейна. А теперь у нас Киселёвский дом будет. Всё связано с авиацией, с космосом. Всё воедино. Так здорово. Решение установить на доме, где жил известный лётчик, мемориальную доску поддержал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Эта доска открыта за счёт небюджетных источников. Я всегда стараюсь привлекать средства вне бюджета. И что вдвойне важно, инициатива её открытия исходила от самих жителей, которые написали мне, что у них жил здесь такой замечательный, выдающийся человек. И очень хотелось бы, чтобы память о нём здесь жила. Но вот, слава Богу, у нас всё получилось. На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родственники Фёдора Киселя. Его сын Валерий рассказывает, в семье сложилась целая династия лётчиков. Сам Валерий и его старший сын пошли по стопам героя. У меня мечта была быть журналистом. Но он мне говорил, что это очень несерьёзно. Поэтому я сначала пошёл в авиационный институт здесь, в Самаре. И со второго курса всё-таки решил, и по его тоже совету, пойти в училище. Отец всё время с нами. Наглядным примером для нас всегда остаётся. Ну и для тех, кто его знал. Церемония завершилась возложением цветов. Галина Топилина, Валерий Майор, в События.